всем привет с вами кекс и сегодня я хочу вам рассказать о принципе сборки многоярусных тортов он подойдет для свадебных и тематических вам тортиков просто о самом принципе работы для тяжелых тортиков я прошу мне выпилить вот такие вот из dsp плотные подставки то есть чтобы она выдержала есть и там разные специально как бы продаются пожалуйста можете их покупать вот и заказываю у этого же мальчика который мне выпилит плотник он не делает вот такие толщиной где-то пол сантиметра деревянные несущие стержни что ли вот есть я знаю вроде продается еще дюбеля какие-то такие деревянные но я не знаю эта штучка нам нужно если у нас более двух ярусов нам нужно центр несущая чтобы у нас не разъезжались в разные стороны коржи наши ярусы получается вот это помимо того что нам надо чтобы еще не просела не придавила то есть нам нужно вот такая вот несущая но жарю если у вас два яруса то есть она не принципиально вас далеко второй ярус не поедет это если у вас три то они в разные стороны уже могут смотрите чтобы у меня как бы точно там же была дырочка я приложила деревянную подставку к подложке и уже прочертила круг потому что на самом деле я не знаю на вид круг как бы ровный у меня деревянный а по сути он не ровный мы пытались найти в нем центр в общем нереально там ну не знаю почему видимо мы такие как бы ну не знаю получилось так что у нас не получилось центра в общем дырочку я проделываю удобнее всего мне всовывать туда внутрь как бы ножницы в эту дырочку и расковыривать как бы до толщины моего вот этого стержня пол сантиметра излишки вот картона если у вас вот такая вот подложка его нужно обязательно срезать ну и потом соответственно тоже нашу подставку подложку протирать и перед тем как мы туда будем делать тортик самый верхний ярус я пекла вот такой вот пасхальный большое большой пасхальный вот такой вот кулич формочка у меня где-то 12 сантиметров если я не было кружочков были чуть-чуть побольше я решила меня был вот такой-то грызочек он как раз подойдет сюда вы видите у меня здесь такой небольшой выступ я вела вокруг него и я когда обрезаю то отступая еще миллиметр то есть делаю еще больше потому что тортик мы выравниваем сверху здесь и картошка и ганаш поэтому он соответственно будет немножко шире чем он испекался в форме то есть тут как бы нужно посерьезнее подойти к этому вопросу и вырезать нашу формочку чуть чуть больше потому что потом у нас будет стекать пропитка вымазываться ганашем нижний слой вам этого не нужно если честно можно найти как бы центр там ниточка прочего у меня просто нет времени это тортик у меня очень быстрый увидите пытаюсь найти центр на глаз у меня чуть-чуть вот не получилось он там не совсем центр но на самом деле мне так выйдет даже лучше потому что у меня тогда влезут цветы для украшения то есть в общем вы увидите я как бы чуть-чуть смещу свой центр для того чтобы у меня как бы объемные цветы были спереди а сзади как бы выступы были чуть-чуть поменьше здесь точно так же я продырявила вы видели ножиком и продырявливала дальше ножничками и срезала уже отстатки потом я линейка вымеряло высоту своих коржей 1 и 2 и плюс то что у нас влезет в саму деревянную нижнюю подставку и плюс возьмем где-то сантиметр полтора то что у нас будет выступать внизу самого верхнего яруса он не должен проходить через пол яруса то есть он буквально там продырявливает подложку и еще чуть-чуть все больше не нужно потому что как бы молодожены будут резать верхний ярус этого не должно быть ни на фото нигде ничего поэтому как бы два яруса плюс еще немножко вот но обязательно должно выходить за подложку самой верхней яруса по поводу перекрытия на самом деле здесь девочки немножко теряется потому что не знают как правильно обрезать коржи обрезать их нужно встык к ник подложки на которой стоит сам торт а к ну которая у вас ну к столу допустим вот и у меня стояла на разных там одно стояла на дне из формы для выпечки второй ярус на нижней стоял и верхней стоял на досточки моей ну сейчас в общем вы видите как я это делала я конечно немножко протупила что поставила именно на эту досточку потому что у меня это досточка увидите по бокам с такой может не видно с углублениями поэтому кстати у меня корж был в морозилке поэтому я его сейчас предварительно кисточка водой не смазывала то есть на нем есть немного конденсат если у вас абсолютно только недавно собраны коржи поэтому собирайте и потом уже чуть-чуть водичкой намажьте чтобы вас пристали коржи это мастика которую я вам показывала как я делаю только чуть чуть меньше я наверное сахарной пудры уже последнее время ложу и она очень хорошо тянется даже на высоком корже только не раскатывайте очень тонкий корж сделайте верхней потолще потому что он у меня вот довольно высокий самый верхний корж и нужно чтобы мастика не порвалась нигде поэтому делайте ее потолще немножко чем допустим для остальных ярусов ну и как везде я прижимаю слегка вот мастику подравниваю там где мне нужно прохожусь утюжком чтобы она приклеилась и сейчас я уже буду мастику обрезать для того чтобы обрезать мастику я ее прижимаю вот моей досточки я не приподнимаю потому что некоторые поднимают и просто срезают мастику встык к своей подложке но тогда когда вы ставите ярус наверх тортика у вас получается очень большая щель и ее обычно заделать очень сложно поэтому лучше вот как бы и ставить и вот вниз делать из-за того что вот у меня досточка мне неудобно обрезать там такие полосочки углубления и она не срезают мне конечно проблемы это этот тортик у меня я бы сказала даже на скорую руку буквально мне нужно было за два дня то есть один день я пекла коржи собирала их быстренько закидывал морозилку чтобы они у меня схватились побыстрее как бы стояли стоять и на следующий день в обед мне уже нужно было тортик отдать то есть очень очень мало времени было на все на подготовление еще плюс надо было цветок каких-то накрутить благо у меня несколько розочек уже было данного цвета я еще несколько просто докрутила такого же цвета и все если кому будет интересно я сделаю мастер-класс по розочкам то есть это простые розочки я как бы не буду особо на этом останавливаться но если вам нужно будет я обязательно это сделаю пишите в комментариях то есть пожалуйста точно так же вот поступаем и со вторым ярусом второй ярус точно также выравнив ну если у вас задумано какое-то украшение в самой мастике или вот у вас какие-то драпировки и прочее то есть вы это украшаете на каждом ярусе вот отдельно изначально то есть это не вы поставили а потом уже и я просто перекрываете то есть нет вы каждый ярус начале делаете а потом уже собираете я тут немножко на втором ярусе нужно было сразу возможно сделать я захочу в конце точнее сделать через трапорет рисунок вот можно было его сделать вот так вот вначале но другой стороны он мог бы повредиться а так я за него уже не переживала в общем здесь точно так же я прижимаю утюжком как я показывала к копченый торт мастикой я мастику прижимаю подложки и срезаю но не встык к самому тортику потому что если мы срежем вы помните встык к нашему тортику то тогда мастика может слегка подпрыгнуть и у вас опять же будет здоровенная дырка то есть нужно срезать в два этапа вначале вы вот так вот утюжком придавили и ну конечно вы можете придавить чем угодно таким вот плоским что у вас есть я если честно не знаю и по крайней линии которая ближе к вам они к тортику вы обрезаете а потом еще раз подравниваете и уже подрезаете встык к тортику то есть в два этапа обязательно здесь не стоит спешить и обрезать сразу потому что вы потом получите просто некачественную работу зачем она вам нужно вы видите обрезал это я плюс-минус ровно а где-то мастика подпрыгивает его внизу увидите а такими как волночками получается я бы сказала что где-то она подпрыгнула где-то нет и вот эти как раз волночки мы с вами аккуратненько и срежем тоже кстати зря взяла вон я под низ под второй ярус просто в качестве такой переноски подставку точнее нижнюю штучку от своей формы для выпечки она такая внизу как бугорками дырочками на ней тоже не очень неудобно срезать то есть прорезает плохо вот этих вот дырочках в общем лучше выберите что-то плоское когда-то вырезала такие картоновые плотные штуки на них срезала но они одноразовые поэтому не очень удобно тоже ну что-то надо приспособить вот все вы видите срезают это без всяких без ничего аккуратненько срезаю стараемся чтобы тортик у нас был ровный вот он мне немножко ерзает по моей подставке отдельно потому что же никак не закреплено ничего поэтому придерживаем чтобы ничего не улетела ну и поехали уже тут дальше самое важное осталось следующая этап это обязательно нам нужно разместить несущие шпажки которые чтобы у нас не просели нижние ярусы не под надувались такими пузами здоровенные я вот такие вот купила целую здоровенную упаковку коктейльных трубочек коротких можно конечно резать длинные я какое-то время так и делал но смысла в этом нет я купила такие короткие удобно как раз они по одной высоте абсолютно подходят то есть без проблем я приблизительно наметила ширину своего второго яруса вы видели пальчиками я он продела такие четыре отверстия это приблизительно вот такая вот у меня будет ширина второго яруса и и мне нужно где-то около восьми вот таких вот шпажек под второй ярус эти шпажки точнее эти трубочки у меня будут укреплены это не просто вот так вот трубочки мы туда поставляем если у вас допустим тортик в два яруса и верхний ярус весит буквально там грамм 800 можно укрепить только трубочками вставить допустим пять трубочек просто ничем не ничем не укрепляем и они у вас выдержат и так то есть они довольно хорошо стоят они такие ну если их придавливать они очень хорошо выдерживают вес я бы сказала обязательно смотрим что все трубочки были у нас одинаковые чтоб тортик у нас потом в одну сторону куда-то не перекосился я вижу что у меня допустим там чуть-чуть одна другой длиннее и мне их нужно подрезать сейчас обязательно чтобы они были все одинаковые вот что нужно для того чтобы укрепить обязательно нам нужен айсинг айсинг нам понадобится и при сборке тортика и вот сейчас айсинг вы видите у меня такой очень густой я его вот набрала в кондитерский мешочек у меня не очень широкая дырочка и вот купила вот такие бамбуковые шпажки опять же это могут быть какие-то дюбеля и прочее тогда можно вообще не использовать сами коктейльные трубочки но я привыкла чтобы это у меня не так контактировала с тортиком поэтому привыкла делать так намечаю высоту моей шпажки прокручиваю ножом и подламываю у меня так очень хорошо получается то есть просто ломать нехорошо потому что как-то дерево так очень много оставляет задирок вот таких вот что нам абсолютно не надо когда вот так ножом хорошенько придавливаю прокручиваю то есть она подрезается и ломается на этом месте без шершавости но если нужно эти шершавости лучше ножиком подспилять сейчас свою трубочку я немножко айсинга выдавливаю это нужно для того чтобы наши палочки не выскакивали с трубочки если у вас очень тяжелый намечается сверху лучше конечно попытаться затолкать по две вот эти вот шпажки тогда наверняка у вас ничего не продавит и будет стоять но на самом деле можно это делать не во все а допустим из восьми штук в четыре вставить по две вот так вот а в остальные по одной шпажке и будет достаточно они очень хорошо держат вес вместе с трубочкой они очень хорошо держат лет но пролазит они парширенько я вам скажу туда в трубочку вот но если очень постараться то можно пролезть и трубочки бывают разные но мне это не нужно я дальнейшем буду только по одной шпажки туда засовывать вот я выдавливаю туда айсинг на обратном конце придерживайте пальчиком чтобы айсинг не вылазил вы видите я придерживаю пальчиками засовываю шпажку чтобы айсинг не вылез а разместился внутри по длине всей трубочки придерживая тем самым шпажку вот плюс пока она подлежит вот она капельку там прихватиться подсохнет то есть она потом не выскочит и в ресторане когда уже будут резать официанты тортик на гостей они об этом знают они просто трубочки поддевают поддевают как бы эти трубочки хорошо что они одного цвета и хорошо видно поэтому все все знают все все достают теперь поехали к сборке тортика вот моя деревянная подставка в нее я вставила свой стержень постараюсь чтобы мой стержень вроде бы стояла ровно и снимаю нижний ярус просто он у меня на подложке и пальчиками прощупаю где у меня дырочка и пытаюсь попасть в этот стержень и опускаю придавливаю чуть-чуть придерживаю чтобы мне не сильно там прям натянулась мастика и вот проходит в мой стержень через весь мой тортик у меня же говорила что у меня не совсем какая-то круглая подставка поэтому я прокручу подложку чтобы поймать чтобы у меня как бы получилось встык подложка к моей подставке вот как то так так вот я еще раз наметила пальчиками где у меня второй ярус и вот эти вот четыре крайние отверстия я вставляю по одной трубочке и мне нужно чтобы еще на среде нужны такое давление было потому что сама несущая она не поддерживает второй ярус она просто держит его ближе к центру поэтому мне нужно чтобы в средине тоже не создавалось такое сильное давление и не проседал тортик вот и поэтому я делаю вот такую вот как бы звездочку не звездочку 8 шпажек абсолютно достаточно здесь больше не нужно но жирю у меня здесь был тортик общим весом вышел где-то 8 килограмм второй ярус у меня был 2800 а верхний ярус был кило 200 то есть на самом деле они были не такие уж тяжелые самый тяжелый был нижний внутри у меня здесь красный бархат с творожным кремом и если я не ошибаюсь ежевикой вот поэтому он довольно тяжелый на самом деле тортик здесь точно также пальчиками кстати забыла заговорила совсем смотрите здесь для того чтоб тоже не ерзал наш корж немножко как бы плотнее сидел как сил так и сил я немножко айсинга кто-то делает это с белым шоколадом я не совсем люблю делать это с белым шоколадом потому что покуда я нацеплю свой тортик то он у меня уже схватывается на холодном корже и уже нет смысла как бы что-то на что-то сажать я здесь поддеваю и как бы слегка бросаю свой тортик чтобы не задеть мастику по бокам чтобы потому что я начну вынимать пальцы и у меня по вылазит мастика как бы пальцы будут цеплять мастику и я буквально за сантиметр до своего нижнего коржа как бы тортик чуть-чуть подбрасываю и чтобы он у меня приземлился там ему ничего не будет потому что он приземлится на вот эти шпажки заодно он хорошо пригвоздится и не повредиться мастика для верхнего яруса я буду использовать всего четыре шпажки мне больше не нужно на 1,2 кг там много не надо видите у меня буквально здесь вот торчит моя деревянная штучка мой деревянный стержень буквально на сантиметр вот не больше может полтора я же говорю он не должен у вас сильно вылазить за первый ярус за подложка первого яруса потому что не должны это видеть молодые когда будет резать и здесь точно так же одеваю и чуть-чуть нужно как бы так придавить утюжком или чем-то чтобы хорошо у нас ярус цепился вот видите она и слегка шатается как бы но она никуда не денется то есть там и палочки все держат что у нас мы поставили какой вес наверх а у нас нижний ярус вот не съезжает ну вот у меня вышло сейчас пока месть вот так вот здесь я на втором ярусе хотя девочка думала что может вообще сделать все пустое как бы и не хотят все сделать пустым ну как бы я и предложила чтобы чуть-чуть тортик разнообразить хотя бы на втором ярусе какой-то сделать или кружево или рисунок такого же цвета как тортик просто для объема и она согласилась я вот такие вот трафареты очень-очень люблю кто не купил обязательно себе купите вещь очень прикольная сейчас покажу что у меня вышло мне просто честно не было времени чтобы снять еще и сбоку как я это делаю я здесь хотела показать не принцип украшения потому что здесь я очень-очень спешу и вообще не могу показать что что-то суперское украшаю потому что вы видите где-то чуть-чуть перекошено где-то еще что-то хотела показать сам принцип сборки свадебного торта вот я наношу и вытираю айсинг и сейчас покажу какой рисуночек у меня в конце получается это получается вот у меня как бы рисунок вот такого цветочка почему бы нет вещь очень круто смотрится на тортике уже украшение а это просто айсинг через трафарет все очень классно дальше просто я расставила свои розочки и все вот и все а так с вами был кекс очень рада буду вашим отзывом пожалуйста оставляйте свои комментарии под видео все что не успела рассказать обязательно расскажу все собственно целую люблю очень рада буду если у вас все получится пока пока